Многие из вас помнят, что в 60-х, 70-х, когда телевидение стало по-настоящему массовым и общедоступным, многие социологи высказывали опасение, что бессистемный просмотр телепередач может привести к исчезновению живого общения. Доля истины в этом есть. Но революция в интернете затмила былую популярность телевидения. Миллионы людей все чаще проводят время в социальных сетях, онлайн-играх и скупают ненужные им вещи в онлайн-аукционах. Появился даже такой термин «интернет-зависимость» или «интернет-аддикция». Это навязчивое, болезненное желание подключаться к интернету, а главное – нежелание вовремя от него отключаться. Впервые это явление описал доктор Айвин Голберг в 1995 году. Распространенность интернет-зависимости сходна с патологической зависимостью от игр и составляет от 1 до 5% от пользователей интернета. Многие люди теряют связь с реальным миром и живут виртуальной жизнью. Специалисты бьют тревогу и предупреждают, что люди, которые проводят слишком много времени в сети, теряют способность вернуться обратно в реальный мир. Все чаще мы слышим о разных болезненных проявлениях, которые можно назвать профессиональными заболеваниями. И уж, конечно, все сходятся в мысли, что интернет, если он через меры, ничего хорошего пользователю не приносит, только вред. Что же делать? Как человечеству избавиться от сетей всемирной паутины? На самом ли деле интернет так вреден для человека? Тема нашей сегодняшней передачи — мифы и реалии интернет-зависимости. И разобраться в этой проблеме нам помогут психотерапевт, кандидат медицинских наук Игорь Егорович Руднев и психолог, доцент Тверского государственного университета Ольга Анатольевна Клюева. А сейчас хотелось бы узнать, чего больше от интернета — вреда или пользы? Давайте спросим мнение зала. Здравствуйте, меня зовут Руслан. Я думаю, что от интернета больше пользы. Но так как мне задали, например, в школе реферат. Я возвращаюсь с учебы поздно, и библиотеки уже все закрыты. Также в библиотеке нет новой информации. А интернет открыт круглосуточно, и там постоянно новая информация. Я могу в любую минуту зайти и найти мне нужное. То есть вы считаете, что интернет — это только чистая польза? Да. Может быть, у кого-то еще есть мнение? Можно я скажу. Ну, вряд ли интернет затягивает, потому что вот я играю в компьютерные игры, и через мультиплеер я играю с другими людьми, общаюсь одновременно через скайп. Я не забываю, что я в реальной жизни, и всегда могу выйти, поставить паузу, и просто подождать следующую партию. Ничего не затягивать, все быстро проходит. Пожалуйста, может быть, еще кто-то желает высказаться. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Знаете, я работаю программистом. Пять дней в неделю я сижу за компьютером. И как я хотел бы узнать, для меня это как вред для здоровья или нет? Что делать? Мне теперь приходится волиться с работы или как? Ну, вы сами как оцениваете то, что вы проводите время за компьютером? Ну, оцениваю положительно, потому что мне приносят это деньги. И я тем более на это учился, и мне это нравится. Спасибо. Как мы видим, наши зрители за интернет обеими руками. Может быть, действительно, интернет-зависимость – это преувеличение? То же самое было, когда появилась Николаевская железная дорога. Поначалу она вселяла в людей животный ужас. Было даже предупреждение немецких ученых о развитии болезни мозга из-за длительного движения. Однако со временем эти надуманные страхи отпали. И хотелось бы узнать у психотерапевта Игоря Егоровича Руднева, что он думает об интернет-зависимости? Реальны ли те угрозы, о которых мы говорим? Ну, необходимо отметить, такая проблема существует. Подменяет реальное общение общению через компьютер. Ну, подобное для аудитории молодой могу сказать, что, например, мультик «Смешарики», где телеграф подменял проблему реального общения. Второй вид зависимости – информационный. Когда человек ищет ответ на какой-то вопрос. Но если в данном случае вот у нас человек искал ответ на реферат, то в данном случае это просто путешествие по интернету в поиске чего-то интересного. Интересного именно для данной личности, но не помогающей его работе. Третий вид зависимости – это компьютерные игры. Когда для индивида наиболее важно, что я, например, нахожусь на 22 уровне, а мой сверстник еще только на 20 уровне. Непосредственно третий вид зависимости – это непосредственно сам гемблинг или тотализатор, игра на деньги. Так же, как она может проходить и через компьютер. Причины интернет-зависимости, их можно выделить как бы в две. Первая – это, назовем так, минимальная мозговая дисфункция, которая может быть вследствие травмы, контузии, сотрясения, родовой травмы и так далее. Так и ситуационное состояние. То есть ситуация, которая возникла у личности, позволяющая ему уйти как бы в этот мир увлечений. Какие-то явные характерные признаки, по которым члены семьи могут определить у своего родственника интернет-зависимость? Есть? Ну, я, скажем так, предвидел подобный вопрос, и называть какой-то один или два симптома было бы неуместно. Поэтому я скажу так. Существует опросник Кимберли Янг, который, так и называется, на определение интернет-зависимости с 10 вопросов. Отечественный автор С.А. Кулаков в 2004 году адаптировал этот опросник для россиян. И его также можно найти в сети интернет. Ну, а кто более интересно увлекается этим вопросом, этот опросник опубликован в книге «Старшенбаум. Эдиктология». Здесь также эти опросники представлены. Они по 20 вопросов, и каждый, желающий и интересующийся данной проблемой, зависим я или нет, может сам себя протестировать. Книга также имеется в интернете. Ну что же, проблема есть, но есть и способ ее определить. А сейчас мне хотелось бы пригласить в студию семью Ивановых из Твери, которая не понаслышке знакома с проблемой, которую мы сегодня обсуждаем. Итак, у нас в гостях главный герой передачи Олег и его мама Ирина Семеновна. Олег – я и поклонник интернета, он чувствует себя, как рыба в воде в виртуальном пространстве, но его близкие почему-то этому не радуются. Первый вопрос маме. Иногда мы не понимаем новых явлений, что это дает человеку возможность компьютером. Ваш сын развивается, вы жалуетесь на интернет-зависимость сына. Что именно вызывает ваши опасения? Дело в том, что мой сын в последнее время начал очень много времени проводить за компьютером. Поздно ложиться, да. Утром рано не разбудить его абсолютно, никак не может встать, проснуться. Ну и, естественно, с друзьями не может сходить погулять. Вообще, в общем-то, стал очень замкнутым, грубым таким. Ну, я не знаю, как вот с ним бороться с этим, с этой проблемой. А вы уверены, что главная причина – это интернет и компьютер? Да, конечно. Но вопрос-то неоднозначный. Ведь нельзя отрицать, что компьютер Олега развивает. Может быть, он ищет там какую-то нужную информацию. Нередко ведь то, что со стороны кажется бездельем, оказывается важной вещью. Достаточно вспомнить хрестоматийный пример про великого украинского поэта Тараса Шевченко, которому отец в молодости говорил, что тот занимается ерундой, и из него выйдет либо великий бездарь, либо великий человек. Как мы знаем, получился второй вариант. Ну, вы знаете, я не считаю, что это развивает компьютер. Я считаю, что человек становится действительно каким-то тупым. Олег, это правда? Да нет. Я сначала уроки делаю, а только потом играю. Так иди погуляй, я раз тебе не разрешаю. Что интересного в гулянке? Вот я и так дома сижу и разговариваю со своими друзьями, играю спокойно с ними. Ну, ты хоть бы спортом занялся, в бассейн бы сходил. Мы заговорили о спорте, а у нас в студии есть как раз мастер спорта Никита Петров. Давайте спросим его, что он думает об этом. Здравствуйте. Я, конечно, считаю, что интернет дел тоже хорошие. Вот я учусь, мне тоже приходится туда часто заходить, что-то искать, информацию нужную. Но особо я к нему, конечно, не привязываюсь, потому что не люблю я в интернете сидеть долго. Я лучше пойду, схожу в зал вечером, позанимаюсь, или с друзьями схожу в кафе, посижу где-нибудь отдохнуть, чем постоянно сидеть в интернете. То есть вы за гармоничное развитие личности? Да, я за гармоничное развитие личности. Что надо заниматься спортом. Интернет тоже надо и надо посещать, но лучше не так много ему места выделять. Похоже, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Но что же делать, если человек не замечает, что он тонет, а чувствует себя очень даже хорошо? А перед тем, чтобы понять, тонет ли человек на самом деле, нужно сделать выводы. Интернет – это же не наркотики, не какое-то казино, игральный стол. Интернет – это просто способ развлечься, провести хорошее время. Я, например, общаюсь с друзьями, играю. Ведь интернет же не набрасывает свои сети и не порабощает нас. Кстати, да, Олег высказал сейчас очень важную мысль. Если есть проблема зависимости, то это далеко не проблема интернета, а, согласитесь, проблема самого человека. Но мы продолжаем нашу программу. Мифы и реалии интернет-аддикции. Интернет – сравнительно новое явление. И хочется разобраться, что больше он дает человеку – пользы или вреда? Каковы его перспективы? Станет ли он дополнением к гармоничному развитию личности или же помешает этому тонкому процессу? И у меня вопрос к психологу, доценту Тверского государственного университета Ольге Анатольевне Клюевой. Скажите, пожалуйста, а кто и почему чаще всего попадает в плен глобальной паутины? Согласно последним результатам исследований, наиболее подверженная категория – это подростки. Почему? Так как в подростковом возрасте именно ведущим видом деятельности является общение, общение со сверстниками. Я поясню, что ведущий вид деятельности определяет психическое развитие человека на данном этапе и превалирует. Проблемы с ближайшим окружением, проблемы с родителями, я имею в виду проблемы в общении, замещаются виртуальной реальностью, где можно сконструировать виртуальную личность, которая обладает всеми достоинствами и не имеет тех недостатков, над которыми нужно работать. Ну, то есть молодые люди – это основная группа риска? Да, совершенно верно. Подавляющее большинство гостей нашей студии – это молодежь. Надеюсь, вы примете во внимание рассказ психолога. Но очень распространено и такое явление, как компьютерные игры. Чем они опасны? Каковы мифы и реальности этой проблемы? Спросим у Игоря Егоровича Руднева. Здесь имеется действительно ряд проблем. Но в первую очередь это проблема личности. Многие молодые люди до появления интернета уходили в фантазирование, как уход от проблемы. В 2005 году в Китае приводится факт, когда один подросток умер от обезвоживания, играя в компьютерные игры. В данном случае действительно подросток очень часто теряет контроль над потребностями в еде, в пище, физиологическими проблемами. Даже бывают ситуации, когда у подростка проявляется инураз. Возвращаться к реальности в жизни – это проблема личности. И здесь эту проблему, с одной стороны, пока личность растет, помогают решать. Участвуют, скажем так, с другой стороны, когда личность уже социализируется, это решать помогает соц. Вы убедили нас, что чрезмерное увлечение играми может привести к плачевным последствиям. Но не только игры вызывают зависимость. Есть еще и проблема интернет-общения. Она тоже очень обширная, и, я думаю, заслуживает отдельной программы. А сейчас мы поговорим о коммуникациях и зададим вопрос нашему эксперту. Есть мнение, что в коммуникативной среде, которая представляет собой интернет, теряются коммуникативные свойства личности. Так ли это? Вы знаете, отчасти да. Мы помним, что наиболее древним является все-таки невербальный язык жестов. Вербальный язык уже появился чуть позже. И информацию мы способны при коммуникации считывать с человека именно по его позе, по взгляду, по расположению тела относительно нас, что, в общем-то, тоже является достаточно важной информационной составляющей любого процесса общения. Помимо того, что мы можем человека читать как книгу, я, в общем-то, апеллирую к известной достаточно бестселлеру, мы можем управлять процессом общения и вести за собой процесс общения именно через невербальный язык. Я думаю, ни для кого не секрет нейролингвистическое программирование и техники. К сожалению, виртуальная реальность, даже такая технология, как Skype, я думаю, что одна из продвинутых, наверное, в отношении общения между людьми, не дает нам такой возможности именно полноценно взаимодействовать, с одной стороны. Но, с другой стороны, интернет позволяет нам преодолевать барьеры расстояния, барьеры времени и устанавливать связь между поколениями, между многими людьми, живущими в разных странах. Спасибо, Ольга Анатольевна. К сожалению, картина с интернет-зависимостью такая, что заставляет задуматься, миф это или реальность. Например, в США или Китае и других странах уже лечат киберзависимость. Так в Китае применяют изуверскую процедуру электрошока. Иногда это приводит даже к смертельному итогу. А как у нас борется с этим явлением, Игорь Егорович? Давайте скажем так. В Санкт-Петербурге, например, сейчас вводится такая специальность, как наркопсихолог. Поскольку в первую очередь это зависимость, и этим занимаются наркологи, зависимостями. Но поскольку это больше и психологическая проблема, здесь требуется воздействие и работа психолога. Но ведь многие могут побояться обращаться к психологу, к специалисту, потому что это может повлиять как-то на их дальнейшее трудоустройство, например. Ну, давайте скажем так, насколько я знаю, что на учет ставятся только те лица, которые имеют психическое или какое-то иное социальное расстройство, то есть которые имеют заболевание. В данном случае зависимость не является социально значимым, как шизофрения, эпилепсия, наркомания. И здесь на учет подростки не ставятся. В таком случае куда нужно обращаться, чтобы получить помощь? Если брать подростковое отделение, это наркодиспансера, это на Перекопском переулке. Так непосредственно сам наркодиспансер в Южном, на Королево. Подобно же этому корректировать психоэмоциональное поведение могут и психиатры областного клинического психоневрологического диспансера. Ну и уже в-третьих добавлю, это служба психотерапевтов в поликлиниках по месту жительства. То есть возможности для того, чтобы лечить интернет-зависимость в Твери есть? Есть, но есть один маленький момент. Лечение, как поведенческий акт, поведение меняется в среднем у человека через 6 месяцев. То есть сроки лечения, как бы посещения специалиста, это минимум полгода. Тогда получается, так сказать, сформированное новое поведение к интернету. Но ведь многие люди общаются с экраном компьютера в силу своих профессиональных обязанностей. Они вынуждены это делать, чтобы зарабатывать деньги, от этого никуда не денешься. Как защитить себя от влияния компьютера, как обезопасить свое здоровье? Этот вопрос я адресую вам, Ольга Натальевна. Спасибо. Дело в том, что всех пользователей можно разделить на две категории. Это профессиональные и непрофессиональные пользователи. Но, в общем-то, и у тех, и у других возникает ряд проблем. В общем-то, одну из сегодняшних мы обсуждаем. Сейчас мы говорим уже о комплексе проблем, которые могут возникнуть при взаимодействии человека и компьютера. По данным Всемирной организации здравоохранения, был введен новый термин. Это компьютерный зрительный синдром. Так как именно при работе с компьютером наиболее часто страдает наш зрительный анализатор, орган зрения. Все-таки, конечно, приоритет мы отдаем медицине в решении этой проблемы. Но существует ряд, так скажем, закономерностей, которые выявлены и психологией. В частности, например, в нашем исследовании, занимаясь проблемой зрительного рабочего расстояния для пользователей ПК, персонального компьютера, мы установили, что этот показатель индивидуален, в отличие от рекомендуемых санитарно-гигиенических требований и норм. Но вообще, кто желает определить, мы приглашаем на факультет психологии. Но вообще говоря, в целом, откуда, в общем-то, корень всех проблем? В частности, зрительным утоплением, зрительной работоспособностью. К сожалению, с достаточно низким уровнем культуры пользователя. К сожалению, очень многие профессиональные пользователи не знают нормативов своей профессиональной деятельности, таких, например, как время работы, необходимость перерыва, содержание этого перерыва и так далее. Можно вопрос аудитории. А вы знаете, сколько нужно работать за компьютером в вашем возрасте и почему? Совершенно неверно. В вашем возрасте рекомендовано работать не более 45 минут за экраном компьютера и обязательно сделать 15 минут на перерыв, причем выполнив зрительную гимнастику и гимнастику для тела. Ольга Анатольевна, но существуют же специальные пленки для мониторов, специальные массажные кресла, которые поддерживают спину. Как-то защищают наши новые технологии людей от компьютера. Или это все-таки недостаточно? Совершенно с вами согласна. Действительно, мы сейчас переживаем с вами, наверное, третью волну технической революции. Но дело в том, что все-таки то изображение на экране до сих пор остается максимально отличным от печатного изображения. И при рассматривании изображения на экране наш глаз делает достаточно большое количество микродвижений, что приводит к большей нагрузке для зрительного анализатора. Наверное, этим обусловлены, и не только этим, обусловлены рекомендации, которые нам, в общем-то, дают физиологи и врачи, в частности, офтальмологи. Спасибо. А теперь еще раз дадим слово студии. Как вы восприняли все то, что рассказали нам сегодня профессионалы? Может быть, точка зрения на интернет, на интернет-зависимость изменилась? Как быть мне, если это моя работа? Вы говорите, не более полчаса сидеть. То как мне? Вот я сижу чуть не шесть или семь часов за компьютером. Ольга Анатольевна, как помочь? В первую очередь, вам нужно обратиться к такому документу, как санитарно-гигиенические правила и нормы для пользователей ПК, профессионального, персонального компьютера. Обычно, я не знаю содержание вашей деятельности, но обычно, значит, расписаны категории, да, если мнение изменяет память, то для профессиональных пользователей это шестичасовой день, который предразумевает как раз вот работу по 45 минут с 15-минутным перерывом каждый час. То есть, вы мне говорите, что надо обратиться к начальству, да, срочно? Несомненно, это ваше здоровье. Плюс определенного характера должно быть медицинское сопровождение, особенно для профессиональных пользователей, профессионального компьютера. То есть, осмотры наиболее проходят чаще, чем, например, у непрофессиональных пользователей. Может быть, еще кто-то желает высказаться? Мое мнение не изменилось, потому что я не особо привязываю к опертным играм. Если это онлайн игра, я общаюсь с друзьями и не теряюсь в виртуальном мире. А если это простая, то всегда можно поставить на паузу. Я не пренебрегаю, когда меня друзья зовут гулять. Плюс три раза в неделю я вообще не вижу с компьютера, потому что помимо учебы я хожу в спортзал. Все. Я, например, считаю то, что интернет, он не может быть ни плохим, ни хорошим. Например, мы проводили в колледже социологическое исследование по поводу интернета. И студенты опрошенные, они считают, что интернет, он им полезен и хорош. И там был вопрос такой, то, что какими ресурсами интернета вы пользуетесь. И в большинстве случаев это были информационные какие-то потоки, которые помогали в учебе студентам. То есть я не считаю, что интернет это чисто либо плохо, либо чисто хорошо. Как бы везде есть свои плюсы и минусы. Единого мнения здесь быть не может. С другой стороны, открывшееся людям киберпространство в будущем поможет сделать множество важных открытий. Люди смогут черпать новую информацию. Как ты думаешь? Да, я согласна с тобой. Интернет это большой мир, где нет ни виз, ни паспортов, где есть свои законы. Лично я достаточно много времени провожу в интернете, честно говоря, но потеряться в нем не боюсь. Гарантом моей независимости выступает моя точка зрения. Здесь нужно сделать главный вывод. Черпайте из интернета все новое, важное и полезное. Но не забывайте о золотой серединке, гармонии между виртуальным миром и реальной жизнью. Вы смотрели ток-шоу «За семью печатями». С вами были Кристина Пугачева и Артем Громов. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok